Есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих. Так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Богатый состав микроэлементов делает огурец незаменимым в питании больных сахарным диабетом. Поэтому больные сахарным диабетом второго типа, вы видите, это надо. 7 июня. Иванов день. Назван в честь перенесения головы Иоанна Крестителя в византийскую столицу около 850 года. Иоанн предсказал приход Спасителя на землю. Сам крестил Иисуса в водах Иордана. Предсказал он и смерть Иисуса Христа во имя веры. Жизнь Иоанн вел очень строгую, никого не боялся, обличал грешников и проповедовал христианскую веру. Так он обличил царя в грешной жизни, который отнял супругу своего брата и женился на ней. За это ему отрубили голову. Согласно наблюдениям наших предков, сегодняшнего дня начинались медведяные росы, которые очень вредны. С современной точки зрения медведяна, мучнистая роса, представляют собой сладкие выделения червей и тли, которые питаются соками растительности. Отсюда поговорка. Медвяная роса ржавыми ведает, сладко стелится, да больно выедает. Причем вред распространялся не только на растения, но и на животных. Выпала медовая роса, моровая на скотину пошла. Чтобы уберечь домашних животных, их проводили через пепелище от костра. Что касается обычной утренней росы, то ее очень почитали. В старину под нее клали различные травы, лекарственные коренья, корешки, приметы. Обильная роса сегодня утром будет солнечный и теплый день. Если росы нет, то после обеда возможен дождь. Земля сырая, хорошему рожаю хлеба и наоборот. К ухудшению погоды, если роса появилась после захода солнца, а под утро исчезла. Сегодня мы поговорим на целебной кулинарии о таком распространенном овоще, как огурец. И узнаем, а в чем его заключаются полезные свойства. И вы знаете, еще древние указывали, что лучший огурец, это огурец, выращенный в поле. Вкус его сладкий и вяжущий, указывали они. Свойства холодные и влажные во второй степени. Что это значит? Это значит, что лучше все-таки его есть в теплое время года. Но тем не менее, он и полезен будет, особенно в сок и прохладное время года. Действие его на жизненные принципы таково. Он увеличивает слизь, уменьшает ветер и желчь. И кстати, древние говорили, что он вылечивает кашель, который возникает вследствие жара. То есть, он его усмиряет. Действительно, есть кашель от жара. Так вот, чтобы его убрать, надо естественно охладить организм. И вывести вот эти все эти токсины, которые от него возникают. Значит, он уменьшает жар, мы уже знаем. Выводит желтую желчь, делает обильную мочу и помогает при язвах почек и мочевого пузыря. Вот так вот древние указали. Все это происходит по той причине, что вред содержит большое количество структурированной воды. Но из-за этого он сильно охлаждает организм, что может привести к холодной форме лихорадки. Его вредное действие устраняет мед. Богатый состав микроэлементов делает огурец незаменимым в питании больных. Пятые лунные сутки. Сегодняшние лунные сутки облагораживают и возвышающие действуют на человека. Рекомендуется подумать о вечных ценностях, идеалах и отвлечься от суетных дел. Физическую нагрузку сегодня дайте умеренную. Важно прогнать кровь организму, прокачать лимфу. Энергетически сегодня активен желудок. Поэтому он переварит буквально все, что в него попадет. Но это не значит, что можно есть все подряд. Наоборот, побалуйте себя изысканной, но естественной пищей. Голодать или делать пищевую разгрузку сегодня не рекомендуется. Раз активен желудок, дайте ему работу. Предпочтение отдавайте растительной пище. А вот интимные отношения сегодня не подходят. Воздержитесь от них. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok